Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Наверняка у каждой рукодельницы дома накапливается много различного материала. Тесемочки, резиночки, кружева. И хочется, чтобы они всегда были под рукой, не мялись и аккуратно были смотаны. Сейчас я вам покажу, как сделать катушки для наших материалов. А еще мы сделаем шкатулку из обыкновенной коробки из-под обуви и затыкупажем ее новым способом. Но как ее сделать, я покажу в следующем видео. Такие катушки делаются очень легко, из подручных средств и очень удобны в использовании. Здесь используется втулочка и картон. Для втулки мы можем взять различные трубочки. Например, от целлофановых пакетов, от бумажных полотенец. Из них можно сделать большие катушки, а можно поразрезать на несколько частей, сделать поменьше. Можно использовать факсовые трубочки, бумага из-под факса. Фломастеры, старые использованные фломастеры. Можно удалить все внутренности и использовать только вот эту часть, корпус. Если закончились ниточки, тоже вот эти втулочки не надо выкидывать. Из них тоже замечательные катушечки получаются. И еще такой интересный способ, когда мы шприц использованный разобрали, обрезали только вот эту часть и из нее будем делать тоже катушку. Дальше нам нужен картон. Можно использовать гофрированный картон от какой-нибудь коробки. Если картон вы найдете тонкий, от бабки, от какой-то или конверта, его можно в несколько слоев склеить. Клей-карандаш купите и клейте им, чтобы не повело картон от влаги. Можно использовать старые карточки, у кого накопились и они не нужны. Из них тоже можно вырезать кружочки. Для работы нужно будет шило и какая-нибудь веревка, чтобы связать все это. Можно взять толстые нитки. Берите такие, которые потом постепенно не будут сильно растягиваться. Хотя при нашем способе мы всегда можем подтянуть. Мы завязываем на бантик и всегда можем подтянуть узел киси. Сегодня для работы я буду использовать вот эту втулочку. Можно ее оставить в таком состоянии, а можно ее задекупажить, разукрасить и покрыть лаком. Для того, чтобы сделать ограничители боковые, мы возьмем картон и вырежем два кружочка. Для этого я обведу любой предмет круглый, а можно взять и поменьше что-то. Вырезаем. Итак, мы вырезали кружочки. Здесь можно оставить и так. Неяркие были картинки на коробке в этих катушках. И здесь я не стала ничего разукрашивать, декорировать. А здесь мне хочется убрать вот этот темный фон. Вот для этого мы можем взять любые картинки из журналов, из календаря. И мы также вырезаем кружочки. И теперь остается только вырезать их и приклеить. Вот здесь нам как раз пригодится клеящий карандаш. Конечно, вы можете использовать и клей ПВА. Красивыми картинками можно обклеить и обе стороны. Теперь нам нужно найти центр нашего кружочка. Делаем это произвольно. И от него в обе стороны откладываем по полсантиметра. Примерно. Вот эти точки крайние мы и будем прокалывать шилом. Получается такая большая красивая пуговичка. А теперь остается при помощи шпагата или жесткой нити соединить всю нашу конструкцию. Отмеряем с запасом веревочку, чтобы нам потом бантик можно было завязать. Я сразу делаю две. Одну поменьше, катушечку другую побольше. Значит, наружная сторона у меня будет цветная. Вот с нее я и начинаю. Начинаем мы всегда снизу. А бантик завяжется наверху. Вот так у нас должно получиться. Это будет у нас низ. Переворачиваем. Одеваем нашу втулку. И теперь остается надеть нам верхнюю часть. Вот у нас катушечка готова. Здесь нам остается завязать бантик. Я завязываю всегда бантик, потому что если у нас растянется шпагат, мы всегда можем развязать, подтянуть его и заново завязать. Здесь вы можете чем угодно украсить такую катушку. Вот две катушечки. Для того, чтобы намотать кружево, можно использовать двусторонний скотч. Маленький кусочек прилепить к нашей втулке, чтобы зацепилось наше кружево. Я не буду этого делать. У меня хорошо все наматывается. И чтобы наш край не распускался, я использую обыкновенную булавочку с головкой. Вот так проколола и никуда ничего не девается. Таким способом можно собирать не только тесьму, кружева, резинку и даже нить. Тот же шпагат. А сверху можно еще украсить стразиками, цветочками из лент. Таких катушек много не бывает. Поэтому можно сделать их сразу побольше. Смотрятся они очень красиво. Но, конечно, им нужна будет коробочка, куда мы их потом поставим. И в следующем видео мы как раз задекорируем коробочку для хранения наших катушек. На сегодня все. А чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Благодарю за просмотр. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...